Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас на обзоре довольно-таки интересное, быстрое, юркое, нагибаторское вооружение. В какой-то степени оно даже, можно так сказать, фановое. Сегодня мы поиграем на вас по фризе. Фриз шоковый заморозка, это что-то в какой-то степени нагибаторское в плане того, что можно постоянно пользоваться своей бомбочкой за счёт заморозки противника и при этом показывать какой-то определённый жёсткий результат. Конечно же мы поиграем в захвате флага, в том самом режиме, где можно, наверное, выжать максимум из данного вооружения. Ну а перед тем, как я уже пикнусь в эту каточку, я вам лишь хотел бы напомнить о том, что если вам не сложно, не забывайте прожимать лайк, подписываться на канал, потому что потихонечку-потихонечку мы идём уже вверх. Ну и, конечно, для меня это моральный дополнительный буст, когда вы прожимаете лайки, когда у нас набирается под видосами там соточка, может, 150 лукасов, и я, конечно же, сразу же записываю новый видеоролик. Поэтому уже пикаемся в захват флага, ну и смотрим, что здесь сейчас будет, полный акцент на карту, и хотелось бы вот именно что-то такое сегодня, конечно же, и увидеть. Отличная карта, ну и надо как-то выдвигаться, надо как-то играть более агрессивно, против я смотрю, что здесь уже серебристо одного закинуло, но, в принципе, это определённо никакая здесь не проблема, если бы я бы сейчас не улетал в минус, надо чуть больше концентрации, наверное, в данном моменте. Ну и надеяться то, что не будет здесь никаких критов у нас. Похоже, мне так кажется, что данный молодой человек ещё и скриншот там сделал, так странно притормозил, непонятно, если честно, в какой-то степени для меня, ну и мы уже начинаем лететь по счёту, ну а я надеюсь на то, что попытаюсь сейчас как-то оторваться здесь от противника и начать уже раздамаживать, много рикошетов, пишу против, стоит, наверное, сейчас быстро поменять резистик, и у нас там ещё один флаг, я так понимаю, уходит, жиги против есть, рельсы я не видел, давайте возьмём как-нибудь так по резисту, ну и надо уже идти в атаку, играть более агрессивно в какой-то степени, при том раскладе то, что овердрайв сейчас уже должен быть, а вот так можно ворваться и вернуть, отлично, супер врыв, шикарный, поставят наш тиммейт, отлично, всё шикарно сейчас работает, и надо делать у вас, резист я одел, очень своевременно, и вот так, бомбочка, отлично, на отходе, а где флаг, флаг ушёл, блин, жалко, блин, флаг, ставьте, пожалуйста, пожалуйста, поставьте, 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 ну такой флаг не ставить, вы рофлите, ну как, ну там же два тиммейта респовалось рядом с флагом, вы издеваетесь? Как можно было не поставить этот флаг? Мне кажется, что там даже любой бы новобранец такой бы флаг поставил, как они это сделали? Отличная бомба была на отходе, просто всё было шикарно сделано в этом эпизоде, главное, чтобы меня здесь не забрали, ну хоть кто-то возврат-то может делать? Боже, что это за игра? Почему я тут должен выживать? Уже твоих заморозил, ну стрелять! Где команда? И у меня вооружение не то, которое наносит большое количество урона, но при этом раскладе я могу где-то чуть подсевить свою команду, не дать противнику ввести флажочек, ну а мне надо всего лишь чуть-чуть помощи, чуть-чуть помощи от моих тиммейтов, которые в какие-то определённые моменты должны были просто врываться, два флага до доставки довёз и ни один из этих двух флагов мы не поставили, но это что-то вообще невероятно провальное, если честно, что делает этот ласпа фриз, я ничего не понимаю, а, ну и крит ошибка, похоже у того молодого человека такой же крит был, как у меня прямо сейчас, ну это молотов, здесь как бы говорить о том, что крит ошибки неожиданны, там, то что они там редко бывают, я такого сказать не могу, это довольно-таки дефолтная темочка с критами на данной карте, поэтому возвращаемся, я надеюсь, что мы уже по счёту ведём, ну и продолжаем бороться за топ-1, за победу в этой катке, счёт нас более чем устраивает, хотя нет, 2-2 сейчас становится, пока я возвращался, противник тоже увёз флаг, ну и надо тащить, ставить дальше, дополнительные увозы делать, бомбочкой влепил, сработает, нет, не сработало, никого не убило, жалко, пока по опыту не всё так хорошо, если честно, складывается, что касаемо увозов, то увозы, конечно же, здесь присутствуют в данной катке, надо сейчас вот этого молодого забирать, к слову, друзья, напишите в комментариях, какое вы бы хотели видеть вооружение следующее, потому что в последних видеороликах, в комментариях довольно большое количество вооружений уже присутствует, которые я либо уже снимал, либо в какой-то степени, ну не такие жёсткие, не такие интересные, либо что-то вы там предлагаете такое, не совсем аппетитное, поэтому обязательно, друзья, это всех касается, перешли, написали свою точку зрения, вот это вооружение, к слову, я тоже нашёл из того, что вы пишете, поэтому оставляйте и, возможно, таки именно ваше вооружение попадёт в следующий видеоролик, при том раскладе, то что вы, конечно же, можете лайкать и другие комментарии, если вам они нравятся, соответственно, если я вижу, что на каком-то комментарии набрано неплохое количество лайков, я зря сразу же понимаю, что стоит с ним записывать следующий видеоролик и обратить внимание на данное интересное вооружение. Катку мы пока что уливаем, и хоть и динамика боя довольно-таки быстро здесь развивается, и в какой-то степени что-то получается, что-то не получается, но уже по счёту мы проигрываем, выиграть данную катку можно определённо, если сейчас Хантер сделает правильный мув, он делает как бы и правильный мув, и там ещё и тиммейты страхуют, в общем и целом получается всё довольно-таки неплохо, за исключением того, что мы проигрываем по счёту, и счёт не в нашу пользу, интересно? Ясно, понял. Я только хотел сказать, есть ли у данного мамонта овердрайв, и он его сразу же на меня прожимает. Давайте попробуем, пытаемся сейчас ещё это всё дело камбэкнуть, вроде как я на первое место уже вырвался, Звёзды я ещё, к слову, друзья, не добил, своего последнего нагибаторского челленджа, и поэтому в каком-то моментике звёздочки тоже имеют смысл быть, и я здесь ещё и не увёз флажочек, надеюсь, что наш тиммейт подберёт, потому что если там возврат, то они ставят, да, так и есть, они ставят, и катка досрочно завершается не в нашу пользу. Такой вот первый боёчек, не сказать, что он, наверное, был в какой-то степени печальный для данного вооружения, но в общем и целом, наверное, не полностью раскрыт всё-таки был данный комплектик вооружения. Ну и надеемся, что в данной карте сейчас всё пойдёт получше. Ну и карта серпухов не совсем удобная, наверное, в какой-то степени карта для данного вооружения, но всё же нужно врываться, нужно пытаться здесь увозить, при том раскладе то, что противник сейчас не особо обращает внимание на меня, можно просто брать и улетать. Овер уже есть, овер сразу же прожимаю, потому что противник будет ехать за мной, и отлично, это даже срабатывает, плюс доставочка. Главное, чтобы крита здесь не выпала, потому что 2 из 2 карт максимально критовые в какой-то степени. Как вы любите, когда я произношу данное слово, я уже даже сам в какой-то степени понимаю, насколько часто данное слово я употребляю. Ну, в каком-то моменте это, наверное, слово поразит просто. Ну, неплохо, 1-0 уже ведём, давайте пытаться увеличивать данный отрыв, я вижу, что противник не такой уж инагибаторский, можно поиграть на встречных курсах, можно вообще поувозить по-постояночке флаги, там противник, я так понял, в минус где-то упал, или где он увозит флаг, я не вижу. А, он сменил траекторию, хорошо. Я пойду дёргать, дёргать в минус я пойду, а не дёргать, мина хорошо поставленная была противником. Ну, если честно, ничего такого сверхудивительного здесь не было, я больше, наверное, ошибся. 4,5 минуты, можно пару-тройку флагов ещё точно здесь увести, при том раскладе то, что противник не такой ярый, не такой жёсткий, а вот резист от магнума мне бы сейчас бы не помешал. Желаю тем, чтобы меня сейчас не респануло. А, я понял. Я на крит нарвался, хотел переодеться, сам нарвался на крит, ну ладно. Давайте быстро перезайдём, что-то у меня ещё клиент не закрывается, ну. Алло. Закроется сегодня этот танковый инагибаторский клиент, чтобы я мог вернуться в замечательный бой. Криты наши всё, друзья. Я уже даже про них не говорю ничего. Это дефолтная темочка, и здесь нет ничего удивительного, что на флэше критуют. Не хочешь, чтобы тебя критовало, переходи на HTML, но для меня данная версия игры не является удобной версией. И пока что я на ней определённо не играю. И, может быть, кому-то уже, кто смотрит данный видеоролик, она нравится, но я её абсолютно не поддерживаю, в плане того, что мне она непривычна. Ну, а так, конечно, играть на ней можно. Сейчас у нас флаг возвращают, пока я там перезаходил, ещё и поставили. Ну, ладно, зато я переоделся. Три минуты до конца есть. Ну и можно, по идее, всё это дело сейчас реализовывать в свою пользу. Не вижу я здесь никаких проблем. Три минуты до конца у нас тоже здесь в бою у вас по фриз. Было бы неплохо, если бы я бы сейчас поехал, бы вернул флажочек. Бомбу там даже, наверное, ставить не надо, Хори. Хори гром ещё из приваренной башни. Данное устройство морозит. Ну, просто нереально жёстко противник. И вот так вот можно просто заморозить, оставить танк. Он сам, сам, сама бомба его найдёт. И ничего здесь сверхсложного в таких моментах и реализациях нету. Довольно-таки прикольное, быстрое, интересное вооружение. И данный фриз с заморозкой в последнее время тоже используют довольно-таки часто. Фриз без устройств сейчас дефолтный используется редко. Да и сама пушка не находится в лучшем балансе. Но вот с шоковой заморозкой, за счёт того, что вы можете резко заморозить противника, например, если вы будете использовать данное вооружение в дефе, она работает очень эффективно. И поэтому его уже чаще можно встретить именно, я имею в виду пушку фриз, с устройством, нежели просто какой-нибудь без устройства фриз будет играть там в атаке и пытаться что-то сделать. Чаще всего сейчас уже используется именно данное интересное нагибаторское устройство, которое я, к слову, сегодня тоже показываю вам. И надеюсь то, что не так много игроков страдает от данного интересного вооружения, потому что у меня бывают такие определённые моменты, когда против заходит какой-нибудь опасный, юркий, вас по фриз и начинает раздамаживать, там ставить бомбы, вот как сейчас. И это нереально жёстко бесит. Вот прям вообще нереально, когда тебя ещё замораживает, не даёт отъехать, а если ещё сверху бомбу ставит, это вот как в какой-нибудь КС-очки тебя как будто просто с ножом начинают убивать, и всё. То есть это вот что-то из, что-то из такого подобного предстоит перед вами, когда вы не можете ничего сделать против этого вооружения, и вас заставляют страдать, просто заставляют страдать. 2-1 мы ведём, остаётся 58 секунд, и я очень сильно надеюсь, то что это не конечный результат и не конечный счёт. У меня до бомбы ещё есть время, нифига себе меня тут вертает. Защитник, конечно, меня сейчас спасает очень сильно, потому что я до сих пор живу, и хорошо, что я здесь бомбочку всё-таки не поставил, Хантер ещё и овердрайв прожимал, я ушёл на респ. 30 сек, надо делать ещё один качественный заход, и доказывать то, что можно легко врываться и легко утаскивать флаги на таких интересных вооружениях. Я думаю, что сейчас должно здесь что-то получаться, если меня, ну, вот так вот, конечно, не законтрят. Не получилось, 15 секунд ещё остаётся, надеюсь, что я хотя бы бомбочку успею здесь проставить на кого-то, но, похоже, даже и до этого может дело не дойти, 10 секунд на взрыв бомбы надо ещё 3 секунды, чтобы было. Ну, я вот так просто поставлю, чтобы она красиво взорвалась сзади меня. Ну, и катку мы данную интересную, конечно же, тоже выигрываем. За два боя по 6 звёзд забираем, хоть и первый бой не выиграли, хотя это был тот самый бой, в котором можно было тоже забирать не только 6 звёзд, но и забирать победочку и реализовывать ещё больше овердрайвов на данном интересном, замечательном корпусе. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если вам понравилось, не забывайте прожимать лайк, подписываться на канал, ну и писать в комментарии ваши пожелания о каких-либо интересных вооружениях, с которым вы бы хотели увидеть следующий видеоролик. Ну, а уже перед концом вы видите то, что у меня выпадает, какая по счёту? Правильно, третья крит ошибочка. Три, вернее, два, два, два боя, два боя, две критованных карты и три крит ошибки. Супер игра? Замечательная игра, просто великолепная. Вот такой вот видеоролик получился. Всем спасибо, удачи, пока.